друзья вы видите настоящий осетинский пирог испеченной мамой нашего студента настоящей осетинской мамой настоящего осетинского мальчика какой пирог сейчас мы будем его пробовать вот друзья вы видите я нарезал я нарезал этот пирог их сразу два значит говорят что правильно было бы три говорят что это три один за отца другой за сына третий за святого духа ой там три точно три а понять не знал нарезал думал два вот ну или как-то по языческой традиции это было бы земля воздух что там и солнце это неплохие все три очень очень неплохие земля солнце воздух давайте будем пробовать девушки какие есть впечатления это кажется не просто с фиром а еще с картошкой и сыром а мы так заказали он спросил с чем сделать а ну правда он общем предложил да хорошо мы остановились на картошку как она очень вкусно так не похоже на молдавскую какую-нибудь кухню настя похоже на плацинду да вы что а я так спросил не имею ввиду ничего так пойду еще поем кукуруза вы видите друзья все три слоя вот они одновременно на осетинском пирожки софия как вам пирожок в одессе такое делали новой никто не делал такого делали другие делали пончики с вареньем по 22 копейки кажется когда ходила в школу там был такой автомат и они были очень-очень вкусные пончики были по 5 копеек в разные годы я постарше может быть когда вы были все подешевело да так как а если вот брать там какие-нибудь одесские дворики где были классические бабушки и мамы там что да ну там пекли пирожки делали фаршированную рыбу и холодец но и оливье когда-никогда то есть оливье тоже был в одесском репертуаре но он был другой конечно не с колбасой обязательно с курочкой да вы что не не то что с мясом да или с мясом но но не с колбасой но люди которые жили в одессе они знали мясо ну конечно в магазинах ничего не было но все как обычно во всех домах было все то есть на рынке покупали если вы приходили в гости особенно можно было подойти к мясокомбинату и там ворованное выносили все что угодно все были очень друзья нужно было им заказать и они выносили друзья от изобилия коммунистического прошлого мы переносимся в мир будущего в мир виртуальной реальности вот у нас и в это агментированный это когда по частям нет это когда софтвер накладывается на реальное изображение а у тебя не развилась такое вот от этой деятельности что его смотришь на человека без всяких очков там допустим а видишь его каким-то уже агментированным нет я его вижу насквозь понял так и в это друзья пришла интервьюировать народ она тут вроде зашла она зашла с виртуальной реальностью в мысли агментированной а вдруг столкнулась с реальным миром это пирог осетинский мама осетинского мальчика осетинская женщина сделала пирог эти пироги идут трешками их сразу их варят их делают сразу три понимаешь потом режут сразу три а кушают по одному вот такая вот такая вот можно сказать фишка осетинского пирожка фишка как называется контора где ты работаешь может быть у нас на канале ребята знают не почему можно у нас не секретно мы себя очень хорошо промосим называется скале хелмет это шлем прямо это шлем и что с очками у нас там есть просто небольшой дисплей на котором показывается то есть камера заднего видения 180 градусов плюс к тому что то есть на дисплее же есть специальная панель которая как раз называется AR аугментная реальность панель да на которой то есть проводится русский слава уж да на котором показывается различного вида информации то есть начиная просто gps навигации тебе рассказывают с какой скоростью ты едешь какая температура на борту или за бортом подожди тебе надо на голове что-то носить? шлем ну ты же едешь ты не носишь его ты едешь на мотоцикле а по улице ты не ходишь с этим? нет по улице ты с этим точно не пойдешь а я сегодня ехал в феске мне подарили феску турецкую ну туда тоже можно какой-нибудь чип строить с камеры заднего видения а это дорого стоит или что? да это стоит полторы тысячи долларов на сегодняшний момент ну то есть это в продакшен еще не вышло но в следующем году то есть это в принципе они собираются там снизить до тысячи долларов но нет такого что люди в очередь становятся чтобы приобрести в чем есть то есть на сегодняшний день то есть при продаже люди купили этот шлем год назад год назад за полторы тысячи долларов и ждут уже целый год пока это все наконец-то выйдет в продакшен а на самом деле то есть как бы при продажный интерес 150 тысяч человек во всем мире пока ой 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 давай мы переключимся что-то произошло София кто-то кто-то позвонил и что-то вам подарил не поверите Таня Лагунова Галя позвонила и сказала что Таня Лагунова спекла только что блины и несет нам блины ну София я даже у меня в сознании у меня в сознании это связывается тем что я только что видел ее резюме на Дайсе да то есть она наверное ищет работу и решила с помощью блинов ускорить путь на джок-маркет я помню про нее даже без этого ну это другой вопрос да Танечка у нас работала она работала у нас в офисе и да значит сейчас она работает тестером мне обещают несколько менеджеров клятвину да хорошо друзья я просто что хочу сказать что мы возвращаемся к осетинскому пирожку осетинскому мальчику его маме и древней древней языческой традиции делать сразу три пирожка значит и вот делать харакири пирожку послушай сюда этот пирожок состоит из сыра и картошки я уже попробовала да чувствуется слава богу да то есть как только вы камеру ввели Михаила да вот так покушала да покушала а то жевать в кадре как-то не очень хорошо может быть со стороны человека который трудится в индустрии вот может быть сказать вот этим которые думают что может мне в тестеры пойти учиться опять сказать им что-нибудь что без чего стыдно вот рекламная пауза слушай это только закончить ты же потом это видео не вывесишь да без чего нельзя она сейчас как раз интервировала вот я же говорю начальная стадия то есть я бы никого вообще даже дальше и не продолжала бы интервировать если человек не знает и не общается со мной на моем на том же профессиональном языке что и я если вы не знаете элементов веб-дизайна то что вам делать в тестировании как вы можете описать проблему как вы можете понять в чем проблема хреновина фиговина штуковина нет да ну конечно вот опять же если то есть на не знаю как обозвать все эти элементы невозможно составить и написать тест-кейсы и объяснить вообще и баг-репорт не напишешь и баг-репорт не напишешь потому что тебя никто не поймет или скажет давайте больше деталей вот это первая непреложная мысль второе то есть надо все время помимо любой школьной программы нужно самообразовываться потому что особенно мобильная часть она вообще не стоит на маркете и все что ты говорил сегодня через два месяца это просто полный уже старый так сказать хлам который можно 50 процентов ну да было время так делали ну то есть это уже не работает это как история КПСС каждый месяц переписывается абсолютно конституцию тоже в России ну то есть в принципе как бы это вот две стартовые вещи с которых надо начать и желание то есть работать а потом уже то есть не просто зарабатывать а именно вот работать именно не ну здесь я уже на эту тему говорил много раз то есть если подходить к текстированию как какой-то игре то есть представлять что это я играю я нахожу новое вот у меня там картинка в которой заложено точно я знаю баги но только я не знаю где но я приблизительно могу представить какие они могут быть это фан это фан и это каждый раз новое то есть каждый раз к этому подходить со стороны а вот если бы дурацкий наш консумер подумал бы вот так вот сделать а что он так подумал да кто его знает ну вот с бодуна взял там не ту кнопку нажал и что бы случилось это люди с интересом к жизни да а есть такие что нравятся под стол залезть и только чеки получать когда вот надо выйти у нас такие вот не задержались понял я поэтому пришла к вам набрать свежую кровь хорошо которую не надо пускать которая сама фонтанирует и хочет да я припоминаю друзья Иветта знаменита не только вот всякими фишечками а вот у нее когда-то у нее когда-то проживал приехав в кремниевую долину известный на весь мир блогер хвостович да 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 снимал койку комнату что он там снимал да комнату но мы с ним достаточно давно уже не общаемся да но он не обидел тебя нет что он хороший мальчик он слава богу женился там жена красивая там хорошая вот просто жизнь продолжается и как сказать не то что у нас там перейдет переоценка ценностей то есть это все время мы же не в параллельных мирах существуем может тебе самой блогеры зачем у меня у меня столько интересного сейчас происходит в жизни что мне только еще блогами заниматься да друзья а когда ты в это ну не в цирке допустим а в этой в пантомиме участвовала в пантомиме да ну как это театр как назывался назови я все время забываю название ой господи так ну зачем мы тогда об этом говорим нет ну скажи оно мне не держится я помню лица помню название не помню маски шоу маски шоу вот она в этих масках шоу там вообще отжигала отжигала и у нас было видео на эту тему в общем ищите на и в эту и вы найдете все и вы найдете много интересного да давай им всем так помашем ручкой дерзайте ребята но главное со смыслом а не просто так чтобы бабкировать да чтобы каждой маски шоу был еще шлем да ну может быть с виртуальной и аргументированной реальностью и кусочек и кусочек осетинского пирожка сыра да как вороне и и и и